Не так давно ижевская фирма взялась достраивать два объекта в Краснодаре. Теперь присматривается к проблемному объекту компании Вант, который входит в концерн ЗАО «Сафи». Обратить внимание на один из самых проблемных домов курорта потенциальному инвестору было предложено еще в начале года. За это время удалось создать рабочую группу и изучить объект. Сочи – инвестиционно привлекательный город. Цена квадратного метра сегодня здесь очень интересна для инвесторов. Я думаю, мы можем здесь совместными усилиями с администрацией города, с теми же обманутыми дольщиками, совместными, выработать механизмы достройки дома этого. В комплекс ЖК «Ямайка» входят семь объектов. Пять из них строились по закону, а два других – самострои. К тому же земля под домами была оформлена неправильно. Властям Сочи удалось найти компромиссный вариант для оформления документов на землю и выдачи разрешения на строительство. Также подобрали участок, который можно будет предоставить инвестору в качестве компенсации расходов на достройку. Лола Алиева – одна из дольщиц ЖК «Ямайка». Взяв ипотеку-квартиру в центре Сочи, надеялась через год заселиться в нее семьей. Но уже на протяжении 10 лет живет только с надеждой на собственное жилье. Объект был достаточно успешный, один из лучших в городе и строился практически круглосуточно. Но по каким-то причинам в 2008 году случился либо кризис, либо что, все это остановилось. И мы все это время решаем нашу проблему путем снятия съемного жилья. У нас есть большие надежды на то, что этот инвестор не бросит нас. Если он возьмется за нас, он нас достроит и передаст нам ключи от наших квартир. Дольщики надеются, что их проблему удастся решить уже через два года. Но после сдачи долгостроев может появиться другая – нехватка мест в школах. На курорте уже построено 10 новых школ. Три будут сданы в этом году, еще пять в работе, в том числе и в микрорайоне Мамайка. Но даже этого количества недостаточно для всех жителей курорта, отметил Анатолий Пахомов. И как одно из условий – необходимо строительство социальных объектов. Проблема и детский сад, и школа. И вам надо понимать, что какое-то обременение придется делать. Все понимают, что строить жилье надо прекращать в Сочи. Либо мы просто не можем город сделать миллионником, он не может быть курортом потом. Потому что те люди, которые поселятся туда, им надо работать. Для того, чтобы работать, надо рабочие места создавать. В прошлом году реестр обманутых дольщиков в Сочи состоял из 28 объектов. Сейчас в списке остались 20. Для 15 из них найдены инвесторы.